Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28-30 стихи. Они очень известны. Иисус говорит, следите ко Мне все труждающиеся и обремененные. И я успокою вас. Возьмите иго моё на себя, ибо иго моё благо, и бремя моё лёгкое. Наш Господь обладает всеми качественными, наивысочайшей добротой. Если мы говорим, что у нас есть любовь, она от Бога. А у Христа она самая существенная, как говорят святые отцы. Он сам есть по природе любовь. А мы имеем её только от Бога, когда нам дадут. И часто бывает, теряем её даже к самым близким. Исследователи находят, что в Священном Писании, в Святой Библии слово «придите» Бог говорит, 1900 раз. Эту цифру можно запомнить. 1900 раз человек может пропустить мимо. И два раза Бог говорит, отойдите от Меня. Второй окончательный приговор будет. Когда будут стучать в двери, те, которые верили в Него, названы Девами, но оказались пустыми сосудами. Ян Златоуст говорит, он не через посредника, как обычно говорит, а лично сам. И не показывая лица из-за закрытой двери. Я никогда не знал вас. Это люди, которые верили в Него, потому что это Девы. Они ждали Его и оказались за дверями. И притом навсегда. Сегодня ещё этот дивный призыв Божественной любви звучит над всем миром. В откровении мы считаем о том, что Иоанн, Богослов, видел ангела, летящего по небу, который нес в руках вечные Евангелия. И по нему Бог будет судить мир. Мы можем многое знать. И всё это останется на земле. У нас есть хадаты, высокие чины у людей других, которые за нас заступаются. Там не будет хадата. Суд нелицеприятный и неподкупный. Святые отцы говорят, что каждый попытается оправдаться там. А оправдания никакого нет. Иисус говорит в Евангелии Аткана, 12 глава, 48 стих. Я не слушаю вас. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас. И поэтому по нему надо жить. Если водителю уже следует знать правила движения, ему нужно знать не выйти в Китае, а здесь, в местной, российские правила. Потому что кто смотрит за безопасностью на дороге, он будет спрашивать по этим правилам. Пришли мы к Господу или не пришли. Некоторые не пошли, трудистый виноградник. Решили захватить. Это злые делатели. И постного сына. Отец говорит, пошли, может устыдяться. А они его взяли и убили. И вывели застан и убили. Речь идет о нашем Господе Иисусе Христе. Но вот есть одна притча, которая не дает никакого объяснения. Брачный пир сына. Идут посланные. Не надо работать виноградниками. Не надо платить деньги. Ничего не надо. Только приди. Тебе выписали пригласитель. Ну и кто? Не президент страны. Царь мира. И начали как бы сговорившись отказываться. Даже не зная друг друга. А обговорки у всех одни и те же. Не могу пойти. Я купил поле. Надо посмотреть. Да кто же поле это покупает, пока не посмотрит. Это обман. Хотя извини меня в конце говорить. Наши извинения никакой силы не имеют уже сегодня. Другой купил балок. То есть может купил новую машину лошадиной силы. Я хочу испытать их. Это заранее делается перед покупкой. Он тоже обманывает. А третий ничего не сделал, не покупал. Я женился. Как будто жена его спутала, спутница. Да-да, обман тоже. Когда я женился, надо было идти и святы дарить. Встречать, уговаривать, знакомиться с родителями. Ничего не надо. Все заботы позади. Иди за брачный пир. Этот брачный пир сегодня начинается. Иисуса нужно расслышать. А пришли мы к Нему или нет. Это можно узнать из Священного Писания. Апостол Павел, перечисляя события Ветхого Завета, это первое послание к корректам 10-26-19 стих, говорит так. А это были образы для нас, достигших последних веков. Не просто мы посчитали, он взял ох, не просто жена Ватова гордилась. Господь говорит, и верьте перед глазами, вспоминайте же Лотову. Лотову, вспоминайте. Батюша, упавшая Салаамская, она на них только упала, она падает на нас. Кирпичи и все еще в полете. Но можно отойти от них. Длай Господний защитник. Вот объясняй распятия Иисуса Христа. Это гнев Божий проливается на рот человеческий. Возмездие за грех смерти. А дар Божий, жизнь гречи на Христе Иисусе. Гнев пролился на сына распростершего руки. Почему апостол Павел призывает познать любовь Божию, превосходящую человеческое разумение? И что означает высота и глубина? Широта и долгота. Я беседую, как пенсионер, с разными сектами. Разъясните стих? Вы любите Библию. Никто ни разу него произъяснит. Почему? Отверг и толкование святых отцов. Иоанн Златоуст говорит, крест поднялся на ту высоту, как лестница возводит каждого кающегося, отрекшегося самого себя. Вот высота его. До царства небесных. И глубина такая, что разрушила твердыню ада. И сын сходит туда, связан с сатаном на тысячу лет. И широта такая, что раскинул руки, он со всего мира вселенной захватывает людей. Остановитесь. Придите ко мне, вы истомились. Вы не находите покоя. Я дару вам покой. Научитесь от меня. А чему? Господи, иди, а столько кашель. Кротописные инстерства. Вот чего не хватает. Если есть кротопис перед Богом, перед Богом, не перед человеком, только. Господь дарует все остальное. Соломон просил не того, что просят люди. Бог сказал, проси чего тебе надо. Много сказок, когда что-то человек просит, дай два-три выполни поручения моих. Здесь просил одного. Чтобы иметь мудрость выходить к народу и заходить и не посрамиться. С чем выступить? И Бог сразу сказал, вот это то, что нужно. Не просил смерти врагов. Не просил богатства. Не просил долголетия, о чем записки о здравии идут. Но ты просил приблизиться к Богу. Ты мой голос расслышал. О, что здесь заключено. И Бог дал мудрости, которой его давно не было и не будет. Не считая Господа нашего Иисуса Христа. Придите. Это слово сегодня на базу звучит на вселенной. Там, где воюют, не зная друг друга. Там, где покинуты, разведенные, брошены, я успокою вас. Покой, дарованный Христом, превышает все человеческие разумные предложения. Что бы ни дали, покой быстро уходит. Приходит болезнь, человек беспокоится о здоровье. Поверивший в Бога ни о чем об этом не думает. Болезнь это естественно. Почему вы так беспокоитесь о своей жизни? Господь говорит о другом. О том, о вечном покое. Здесь тело, душа ушла. Где она будет? Вот здесь я увидел остаток бывшего захоронения. И написано, здесь покоится тело. Тело. Вот так и нужно говорить. Тело. Его здесь нет. Здесь люди приходят, плачут. Здесь никто не слышит. Не ищите живого среди мертвых. Если он спасен, он там. А как узнать? Вопрос стоит. Расслышал я голос или нет? Вот главное. Не причину знать, а действие ее. В послании к евреям, 4 главе, 12 стихе, вы старайтесь записывать, когда называют места Писания, чтобы еще углубленнее прочитать дома. Он говорит, Слово Божие живо и действенно. Оно проникает до составов и мозгов, до разделений. И судит помышления на мерение сердечное. Слово Божие. Слово Божие показывает. Люди, которые заботятся не о земном, они получают право принять Иисуса. Вот сидят люди, вот точно та же у евреев сидели, слушали Иисус говорил. Евангелист пока пишет. И видели, как благодать исходит от Него. Но Господу это не надо было. Он знал этот внутренний мир. И Он говорит им из Ветхого Завета, который они знали. Они изучали в университете только один закон, закон Слово Божие. Сегодня до 50 предметов в университете, тогда один был предмет. Знать Бога. А знать означает так, Слово Твое, как твердо луна, луна. А вот ну теперь исследуйте, какие абразивные инструменты там будут. Она очень твердая. Это не знал Давид, он написал Духом Святым. Она твердая луна. И здесь Иисус говорит. А разве вы не слышали? До этого момента они видели только благодать в Нем. И вот заметьте, как резко меняется температура. Скажите, во время, когда был пророк Илья, вы читали? И он прошел всю страну, чтобы увидеть, что все сгорело. Брошенная скотина валяется. Нет пастбищ. И он идет. И ни у одной евреи не останавливается. И он говорит, почему он пошел в старепу, это Сидомскую? А представьте, для евреев, как это было слышно? Что, мы хуже их? Ездор неоднократно говорит. У нас, по крайней мере, хотя бы одного найдешь. У них у язычников ни одного нет праведного. И далее он говорит об Елисеи. А во время Елисея, на котором дул был в войне, как на Ильи, прокаженных сколько было? Юг, это родина проказа. Сегодня насчитывают до 12 миллионов. Не с цельной болезни. Правда, придумали, какая-то вакцина Мексуда есть, которая помогает затормозить болезнь. Но он, Елисей, исцеляет только сирийского военачальника. Ну, прокаженных сколько было здесь? Почему нет? Больше Христос ничего не добавил, когда спросил. Мы читали. И написано, наверное, исполнилось яростью. На кого? На того, на которого смотрели. Лицо, может, светилось, как у Серафима Саровского. Исходила благодать. Они все забыли. Они сразу вспотели его, повели на вершине города, где стоит, и свергнуть его оттуда. Но, оп, милостью, прошел через мир. И ушел. Правда, она режет в глазах. И Господь им показывал, вы не знаете Бога. Пророки день и ночь об этом кричали. Ям Златоуз говорит, посмотрите, вот входит в страну Израиль пророк Исаия. И кого он видит? И обращается к иерусалимским князьям и говорит, вы, князья гаморские и садомские, вот где гей-парады уже были. Да саморы все там погибли. И гамора давно нет. Но по жизни своей они были похожи на них. И так Господь говорит, придите, и там призыв. Грехи будут как багряные, как снег убелю. Кровью своей причисты. Без пролития крови нет прощения грехов. Только кровь ощущает от всякого греха. Милостыня, молитва, услышаны Богом. И нужно теперь, чтобы пришел Господь к Корнилию. То есть в лице Петра. И тогда наступит полное спасение. Слово придите мы должны повторять и для себя, и для ближних. Звать окружающих. А пойдут или не пойдут. Иеремий говорит так. Будут они слушать или не будут Господь? Говорит, а ты иди, говорит. Они будут, может быть, дышащим пламенем. Я сделаю, как гора тебе. Они ничего не смогут сделать. Наша задача сегодня распространить благую весть. Иисус умер, но он и воскрес. Время пришествия Христа приблизилось. Павел говорит. И ныне к нам спасение ближе, чем когда мы его услышали. Мы приближаемся к смерти. Люди стараются как-то закрепиться на плечной позиции. Вот такая была, такой. Видишь, и зеркало себя уже не узнает. А ты говори, ближе к Господу. С каждым днем не расставание только с этим миром, а встреча с Господом. Чтобы и душа научилась петь амилуи не только в храмах. Потому что литургия, слово, это общее дело. Общее дело не заканчивается храмом и служением. Литургия это вся наша жизнь. Это все святые отцы показывали на этом. Мы вышли. Мы не временные здесь на 4-5 часов христианин. Мы всюду и везде, где бы ни было, научиться не лгать. Никогда не то слово не говорить лжи. Даже по ошибке сказал принести изменения. Всякая ложь от дьявола. Уберите сейчас ложь. Ведь страна остановит свое движение вперед. В статистике ложь, все понимают. В выборах ложь. Везде одна ложь. А мы говорят правительные. И мы ничего не можем сделать. Сделать можно. Призвать покаяния. Мне приходилось судить. Потому что я был реабилитирован после заключения на Слово Божие. И я пришел к выводу. Суды могут быть только те, которые оживают Суда Божьим. Им не надо зарплату сегодня как 90-100 тысяч давать. Думаю, да нельзя к ним будет. И так взятки ставят миллионы. Потому что большая зарплата. Пусть он будет даже мусульман, имеющий страх Божий. Мусульмане верят в то, что есть Суд Божий. Я встречался с такими судьбами. Он судит правильно. Если нет страха Божия, человек не идет. Он отговаривается. А приходящий что? Три ступени должен пройти. Пришел свое Я. Там умершее оставь. Отвергнись самого себя. Это первое. У нас нехристанный труд узнать, кто ты есть. Слово Божие говорит, исследуйте самих себя. Ни травинки, ни микроорганизмы, самого себя исследуй. Дальше запитаю. Верили вы. Зачем бы Павел призывал нас исследовать самих себя? А как? Во свете Библии. Ты открой ее и посмотри. Я начитывал. Все 12 томов Иоанна Златоуста, они стоят в интернете. Ну и пришлось посмотреть, а длинные ли проповеди были у Златоуста? В среднем 35 минут. В среднем он приводит в каждом выступлении перед народом около 70 ссылок на Святую Библию. Кто знает священное писание из нас, стоящих, сидящих здесь, чтобы 70 раз в день хотя бы просчитать отдельные места писания? Это Златоуст, в то время, когда Библия стоила труд 20 лет рабочего. 20 лет надо было трудиться. А сегодня ее можно очень просто. Позайди в любую лавку церковную. Стоит Библия, большая, маленькая, даже для детей, понятным языком написали. Хотя это не Библия, а пересказки ее. И так Господь зовет нас к себе. И мы должны быть с Ним. Вы знаете, одно время, как женщина слушала и воскликнула, блаженность, ревы тебя носившие, сосы питавшие. И вот эта церковь считает на Богородичные праздники. Но почему дальше-то нет рассуждения? Иисус-то ее не похвалил? Он говорит, блаженность, слушающая, исполняющая. Это блаженство, которое женщина воскликнула, это понятно. Но Господь на него не обратил никакого внимания. Слушающая, исполняющая. Вот кто суть Моя. А если любите Меня, Господь, говорит, соблюдите заповеди Мои. Если ты расслышал Его голос, Он тебя зовет. Знай, куда твоя тропинка должна идти в воскресный день. Куда ты каждый день должен идти. Ну просто сами подумайте про себя. И следую сами от себя. А когда днем, а ночью, ночью я тоже самый. А если ночная молитва? А днем, сколько раз меня оскорбляли? На каждое оскорбление хочется сказать три слова на одно. Или я сказал, да, это так, прости меня, Господи. Друзья, нам не те, кто медом мажет, а кто правду назад скажет. И это надо все применить к себе во свете Библии. Да, я расслышал, и я сделал первый шаг к нему. И он тут же побежал ко мне навстречу. Сын мой, я ждал тебя. Ты был мертвый, я жил. Как долго ты пропадал. Я двери не закрывал, когда ты придешь. Я глаза все проглядел. Притча о блудном сыне. Так привык называть. Нет, это не притча. Это был о нашем любящем отце. Мы его дети. Как он любит нас. На любой вопрос, какие только есть у человека, Бог дает ответ сам. Что интересно, Иоанн Златоуст говорит, научитесь не задавать вопросы. Ну а как не задавать, я тогда и буду в них. А он самок придет к тебе. Есть выражение Иоанна Златоуста, его мало кто знает. Он говорит, чего нет в Библии, это он не рассуждает. А у нас только все одни вопросы. А как это, а как это? Ты по Библии мне задай вопрос. Тогда вопрос будет иначе. Это говорил Арсений Великий. Начинают какие-то заумные вещи. Ты спроси, как бороться с грехом? Как возлюбить Господа всем умом, всем сердцем? Как услышать Его голос? Он придет и говорит каждый день и ночь. Мы отдаляемся разногласиями между собой. Отдаляемся от Бога грехами нашими. Господи, открой слух мой. Чтобы Слово Твое достигло до ушей. Дошло до сердца и перешло на руки. Это самая короткая притча в Библии. Царство небесное, подобно кому? Закваске, которую женщина, взявшую, положила в три меры муки, доколе не списло все. Все. 13 глава, 33 стиха Евангелия от Матфея. А кто такая женщина? Я говорю, вот я беседую с тиктантом. Разные, абортисты, адвентисты, эгористы. Никто не может притчу изъяснить. Ну притча и притча. Святые отцы истолковали. Это сокровище православия мы несем людям, должны дать им. Но они будут тогда во вред не сделают. Открытая одна истина, он останавливается и говорит, так выходит у нас и в другом заблуждении. Точно так рассуждать дальше. Женщина это душа. Она расслышала святое Евангелие. И положила в уши первую меру. Бесслышание веры от слышания, от слышания слова Божия. Риммин 10, 17. От слова Божия, не от того, что ты с бабушкой ходил сюда и причащался. Ты должен, придя в возраст, принять его от сердца. Моисей написано, придя в возраст, предпочел страдать народом Божиим, нежели иметь временные греховные наслаждения. Ну, сегодня сказать, сын олигарха. Если бы уверовал, то знаете сколько разговоров? Или внук там президента. Хотя уж не сам был. Он уверовал. Он пришел. И касаясь наших сердец, Господь преобразует человека. Ты его расслышал. Пропусти дальше. Некоторые расслышали и прошли мимо. Птицы поклевали. То есть демоны похитили. А демоны, они здесь находятся. Вы думаете, что в храме отходит священник Покадил, а они все вылетели? Антоний, Макарий, говорят так. Видит, дьявол идет, и куда идешь? Как куда? На литургию. А разве ты бываешь? Он говорит, ни одной литургии без меня не бывает. Настоятеля не был. Он смотрит, стоит кабан с обрезанными ушами. Юридик оказался. Это ж эти святых нам говорят. И поэтому избави нас от лукавого церкви. Неприставно повторяется эта молитва, чтобы он избавил. Услышал? Да не похитит сатана это слово. Я вам считаю слово Божие. Называю место описания. Второе. Принял сердце. Верующий в Сына Божий не судится, но перешел от смерти в жизнь. И третье. Третье на руки перешло. Уши из сердца руки. Три меры руки. Хорошо запомните? Ты спасен будешь. Вера бездела мертва. И когда ты спасен, и Царство Небесное из таких спасенных души будет состоять. Услышал, поверил, исполнил. А чтобы исполнить, нужно подражать таким, на которых Господь указал. На эту вдову в Сарепте. И как ее Господь испытал? Сколько у нее богатства было? Положила женщина, и Господь говорит, она положила все пропитание. Она ее домой есть нечего. Она знала, нужно принести в храм Божий. Ты идешь в храм, не ходи с пустыми руками, закон говорит. Вот что-то принеси, положи. Для дела Божьего. А в Сарепте Сидонской у нее была одна горсть в руки. И что интересно, он требует для себя. Ты иди, испеки лепешку, мне принеси. Любой скажет, даже для эгоиста. Она с сыном погибает, а ты себе просишь. Это испытание Бог делает. Он испытывает веру нашу. И вот здесь женщина эта, она слышала голос Божий. И она сделала точно, как сказано было. И далее мука не иссякает все три с половиной года. И масло, так продолжает на ду-муруме стоять. Черпая ведра, бочки и цистернами. Когда мы доверяем Богу, Господь открывает жительство неба. Пророк Малахий, третья глава, говорит о том. Вы весь народ. Речь идет о Израиле. Это к ним пророк Малахий говорит. Вот он как раз здесь изображен. Проклятие проклятое. Вы получаете благословение на каждом шабо. Я проклинаю. Феофан Затворник говорит так. Если священник говорит, я благословляю, а Бог говорит, я не благословляю, что будет утверждено? Священник может благословить только по Слову Божию, а но не вопреки. Вопреки Слову Божию благословение Бог не приемлет. Вы это запомните, с чем подходить священнику. Не искушать его на грех. Сначала обдумай. Тебе это надо? Ты о чем думаешь сейчас подходишь? Священники нуждаются в максимальном приближении к Богу. Я говорю о людях, которых вы знаете, как Серафим Саровский. Почему ему пришла мысль? Нигде не написано. Я думаю, он просто видел. И он поставил себе задачу вымолить у Бога русское священство. Это современник Пушкина. И он три дня и три ночи молится. Это настольная книга священнослужителей, третий том, 601-я страница по благословению патриарха Пимена. Три дня и ночи он простирал руки и молился об одном. Не о царе, не о стране, не о патриотизме. Только о русских священниках-архиереях. И вдруг Бог заговорил. Как? Не знаю. Может в шуме ветвей, как у Давыда было тутовых деревьев. Но дальше начинаются кавычки. Прямая вещь. И мы можем не сомневаться. Бог сказал, не пощажу и не помилую. Восхитательный знак. Господи, почему? Потому что вымыслами человеческими заменили истину Божью. Точка закрыта. Проверьте, посчитайте. Я не знаю. Остался он стоять на этом камне еще хоть одну минуту. Мне кажется, он поверстный и приводный мог не вставать. Речь идет, как будто ни один священник не спасается. Как мы должны о них заботиться? Не подставлять, как говорится, их. Было время, когда одного священника трудно было найти на область. А это время совсем недалекое. Иоанн Златовос прямо говорил. Больше, то есть половина из-за 10 священников, то минимум 6 будут в аду. Большая часть священников погибает. Поэтому к ним должно быть особое наше внимание. И Бог усмотрел это. Проклятием прокляты, потому что не платите десятину. Задают вопрос. Не надо задавать. Бог его назначил. А сколько десятин? А сколько ладовая старецкая отдала? Всю гость в руке. Сколько женщин положила в лекцию? Все пропитание свое. А вам за это десятин не говорится. Не говорится, потому что продавали люди и к ногам уже 10 десятин отдавали. Я встретил недавно человека из сектантов. Он у них как пресвитер считается. Жена нынче девятого ребенка. Они апорты не делают. И он говорит, я плачу. Он платит 5 десятин. На суде Божьем не будет он для нас укором. А мы с одной ним заплатили. 100 рублей тебе пенсия положена, десятку принеси, суда отдай. Она тебе не принадлежит изначально. Это Бог говорит так. Вы оправдываете меня. Как? Мне деньги дали, я ей спратил. Мою-то десятку ты не вернул? Десятая часть принадлежит священству. Священству под один руки отдай. А он не берет по той причине, что у него главный заработок, как говорится, навахло с другого. Вызывает, я не знаю, у вас как. Офис освящает. Офис освящает. Минимальная планка 8 тысяч. Ну и дальше. А что Бог принесет здесь? Наша сестра уехала в Грецию и принесла священнику десятину. Он не понимает, а что это такое? Он говорит, десятину, батюшка. Я не возьму, положил ногам и отошла. И Господь говорит, отдайте десятину. И приношение. Не открою ли я жительство неба, не пролю ли на вас все? До преизбытка. Давыд говорит, я был молод и составился. И не встретил человека, который предан Богу, которого внуки были, просили хлеба. Это все отразится на нашем благополучии. Тебе не надо будет на десяти работах работать. Я говорю о благодеянии, которые Бог дал тем, которые услышали. Придите ко мне. Услышьте меня. Он непрерывно об этом твердит нам Господь. Услышал, а теперь увидеть надо. Открой в очередь. Да увидим, что срамаду свою. Глазной мажем, помазь глаза свои. Ты говоришь, я богат, разбогател, ничего не имею нужды. А не знаешь, ты несчастье, жалок, слепкина, голый. При десяти одежках ты голый. Купи у меня одежду, очищенную огнем. Это Божий голос говорит, придите, и я научу сегодня. Завтра будет поздно. И на молитве надо проверять себя. Вот для чего исповедь. Вот для чего причастие. Когда говорят о ком-то, я говорю, как миссионер среди сектантов. Но почему у нас так не получается? Ответ один. Потому что не ходите на исповедь. У вас нет тех, которым дано право отпускать грехи. Власти, данные от Бога. Он разрешает для грехов. И неужели у нас вот все. Да мы же так любим Бога, для тех хороших. Бог дал. И на этом Господь сектанты приводит к православию. Но какой окажется там священник? Она пришла недавно, с Украины одна. А священник совсем не такой. Иди в соседний город. И она сейчас другим сектантам проповедует. У меня только в последнее время несколько руководителей сектантов пришли. По интернету обратились, попросили наши книги. И теперь участие из них делается священниками православным, патриархией московской. Это хорошие священники, знающие Слово Божие, имеющие страх Божий. Они услышали голос при них, куда возвращение домой. Не все кто. Домой это значит церковь, которую Господь основал и говорит, создам. Церковь и врата ада не одолели. Врата ада и веритики, нападки, злодеи, которые с церковью воюют. А как их приобрести? Ответ дается один. И в канонах. С веритиками обращайтесь кротко, дабы можно было их обратить. Они это увидят. Я просто немножко скажу не по слову. Есть такой миссионер, я считаю, он лучший из других. Олег Синяев, отец Олег Синяев. И вот он говорит, к нему приехал в гости адвентист какой-то, угостить нечем его. А у меня лежала курочка там где-то. И я его и отдал. И когда он обратился к Богу, он говорит, значит, слова на меня не подействовали. Вот эта курочка подействовала. Что он отдал то, что себе готовил. И он это не скрывает. И вот эта даба, она вошла в историю, старик Теседовский, она приняла его. У пророка Елисея ничего не было, это по-современному бомж был. Бомжом был, если так выразиться, наш Господь. Он говорит, птицы имеют гнезда, лисицы, норы, а сыну человеческому нет ни голову преклонить. И она увидела, ходит пророк мимо, и мужа говорит, давай мы ему отдельную комнату сделаем. Ну, все, мы там столик, компьютер поставим, пусть он там работает как надо. И так и случилось. И он однажды вызвал ее и спросил, проси, чего тебе надо? Не надо ничего. Я живу среди своего народа. Здесь не Луганск, меня никто не выгоняет. И слугатель-то сказал, детей у нее нет, а муж престарелый. Хорошо, на следующий год будет у тебя ребенок по руках. Так же, как Англии сказали Саре и Аврааму. Так и было. За что? Милостыне. Милостыня развивает такого. Милостыня умилостивляет Господа. И Корнилий, язычник, ну, по-нашему сказать, сотник, это капитан, военный человек. И говорит, милостыня, молитвы твои пришли при Богом. И так пошли призови Петра и спасся весь дом. Он расслышал этот голос. И Петр услышал, не стал сопротивляться. Еще я пойду к языческому какому-то военному. Он пришел, надо все время слышать, куда тебя Бог зовет. И Господь нас будет искать там, куда он поставил, а не куда я сам залез. Надо услышать. Это ли хочет нам Господь сказать? И нести чистое славесное молоко, не добавлять к словам его. Господь наказывает сурово, кто наказывает, прибавляет к его словам. Ни одного слова не добавляет. Я вам говорю то, что в Библии написано. Один из самых близких Бога людей был Моисей. И о нем говорится так. Господь с аргумой, я с человеком разговариваю, не в видении, а с Моисеем лицом призу, как с человеком говорю. И однажды случилось так. Бог ему сказал, скажи скале осенью. И сказа, даст Бог. А он добавит всего два слова. Неужели из этой скалы, которая нагрета на солнце под 60 градусов. И Бог сказал ему, и ты не боишься в этот Моисей. Говорят, за то, что он ударил. Нет. 105-й Псалон говорит. И он, Моисей, погрешил и устал. Не уходит, устал. Богу не надо улучшать. Он как сказал, и так и сделает. Вы помните первого царя Извалия Давида, этого, Саула? Ему было сказано, возьмешь, уничтожь. А он самый лучший баран, и духов жертв Богу. И когда пророк Сауил пришел, а что это за древние баранов какое-то? А тогда лучший самый, выгод, и хорошие для Бога, жертвы. И Бог оттуда будет тебя, царство. Не послушание Богу такой же грех, как волшебство. Ты осуждаешь Кошпировского, а может быть, каждый день в этом грехе живешь. И противление Богу, это такой же грех, как идолопоклонство. В равной степени. Поэтому нужно расслышать голос Божий. И как Мария, которая сборала главную часть у ног Христа, сидела, сказать, Господи, вот я отвергся себя, у ног Твоих сижу. Блаженный, слышащий, исполняющий. Говори, Господи, Владыка, я слушаю и слышу, вложи меня. И Давид говорит, однажды сказал Бог, а дважды слышал я это. То есть я ушами расслышал, допустил до сердца и понял, это то, чего я столько лет искал. Благословен Господь, который при жизни к нам 1900 раз стучит в закрытые двери, и говорит, все стою у двери и стучу. И кто расслышит и отворит, войду к нему. Не к себе зовет, мы не идем. Он к нам идет, сошел с неба, воплотившись через преблагословенный сосуд Деву Марию, которую Он приготовил 5508 лет. Самое лучшее, что было на земле. И Он через нее получает, вот, и теперь стучит в наше сердце. Сегодня, 1 июня 2014 года, услышишь ты этот голос или нет? Мы расслышали этот голос. Сегодня можем среди вас иметь друзей и просим помолиться о нас. Завтра мы должны быть в посольстве Великобритании. Паспорта не отдают, а у нас открыта уже Шамгинская зона. Мы идем через Турцию, Грецию, Италию, Португалию, Англию, Скандинавию с захватом. Возвращаемся через Прибалтик и уходим на север Мурманск дальше. Мы везем Слово Божие, Евангелие раздаем. Чтобы завтра вернули, хотя посол, уже через него сказали, должны вернуть. Один Бог знает, как будет. Воля Божия проявляется после того, когда уже начинается испытание, заканчивается. Мы до конца не знаем, как это будет. И не надо достаивать. Написано, Иисус был услышан за свое благоговение, когда молился в саду. Да минует меня чаша всех. Как он услышан? А страдать-то пришлось. А вот в этом-то и есть. И когда просим у Бога, и получаем не то, в равной степени настроя себя благодарить. Господи, я пришел, я расслышу голос Твой и болезнь, парализованно лежу, буду славить Тебя. Не одна дурная мысль, чтобы ко мне не пришла. Это от Него, это Его любовь. Мы сейчас думаем заехать в Воронеж, и нас там ждет один парализованный человек. Иконописец Козлов Сергей. Ему было где-то 23 года. Рост его под метр девяносто. И он прыгнул, он головой ударился. И у него семь позвонков разлетелось. Его достали минут через двадцать. И когда вначале делали искусственное дыхание, перерезали весь спиной. И он, у него все скручено, одно плечо шевелится. И он рисует икону на первом месте, как иконописец в интернете. Ему кто не заказывает, из сарфона отовсюду. И он говорит, я в прежнее состояние вернуться к кем был, не хочу. И он у нас один из самых близких помощников. Он во всем разбирается. И у него такое тонкое наитие, он только заговорили. И он сразу сказал, ну вот это хотите себе получить? Да, это. Ни один не догадался, даже ближайший ко мне священник не мог этого сказать. Он один раз только услышал и сразу сказал, я понимаю, вы хотите достичь вот этого? Вы хотите умереть за Христа? Я исповедник, сидел за Господа. А он только услышал. Я нервный смысл. Нас предупреждали не ездить в Чечню. В прошлом году два раза были. Шесть мусульманских республик прошли. В доме Мулы ночевали. И беседы все выставлены в интернете. Мы расслышали его голос. Я скажу, как много у Бога избранных сосудов, которым необходимо протропить тропинку и дать нужной воды. Господь у двери каждого стучит. Вы расслышите голос Иоанн Златоуста? Если я сказал, а вы дальше не понесете, я ничего не успею. Так много верующих. И город говорит, все еще не верующие. Какие же мы слабые. Это Иоанн Златоуст говорит. Если вот мы сейчас пойдем, это не двенадцать, больше людей. Двенадцать апостолов заквасили весь мир. Столько закваски было. А мы разошли в храм пустой практически. Это говорит о нашей, может быть, бездеятельности. У Бога надо получить ответ. Я расслышал, Господи. Сегодня я пойду и понесу. Самая быстро настущая секта, так называемые свидетели Иеговы. Они все давно трудятся. Бабки восемьдесят четыре года. Восемьдесят четыре. Инвалид второй группы. По зрению. И она узнала обо мне из Белоруссии и пишет. И в одном только письме она в семьдесят с лишним раз делает ссылку на Библию. Ну кто из вас это сделал? И эта душа, она была православной, священники ответят за нее. Она мне как бы исповедуется и говорит, я любила Библию, но не знала. Я посажу батюшке и говорю, батюшка, вот это хочу знать. А зачем тебе это надо? Ты как приходишь, он видит она все время. Она жертвует, причащается. Что тебе еще надо было? Батюшка не так охота знать. Да не надо, это так вот, баптисты с Библии носятся. Она еще раз пришла, еще раз. И потом вдруг звонок. Две прекрасные девушки, две хорошо одеты. А мы Библию вот изучаем. Вы не хотите, проходите, родимые. Пожгла иконы и ушла в сентябрь. А эта готовая была, она православная была. Почему же с ней так обратились? С кого это взыщется? И Анжела Тауз говорит, если одна душа погибнет по твоей небрежности, о священии, тебе всей жизни не хватит рассчитаться за нее. За нее умер Христос. Как ты мог это пренебречь? А у них поставлено в обязанности, если он пресвитер, он в течение месяца должен посетить не меньше семидесяти лет домов. Они работают. И поэтому в движении должен быть. А он на том месте не стоит. В мире все движется. И молекулы, атомы, протоны, все движется. Идите, Господь говорит, и благовествуйте. Идите по всему милую проповедуйте Евангелие всей твари. Расслышал голос его? Издалека его не слышно. Надо вплотную подойти. И ты скажи, Господи, я слышу. Сегодня напишу родным, близким. Поздравлю с праздником. Расскажу, что такое праздник означает. Ну с чего-то начните. А проще всего начнется с того, что мы идем по домам, раздаем Евангелие. А только в окрестности у себя мы раздали 30 тысяч Евангелий. Входя в каждый дом. А кто приходит, раздаем, даем новый залет. Приходится покупать, тратить. Но одна спасенная душа дороже целого мира, полного золота. Потому что за душу умер Христос. Если мы это расслышали, хотя бы внутренне скажем, Господи, Ты сказал, придите. И вот 1900 раз удары они сегодня достигли. Я распахиваю двери, как в храме у вас. Я прочитал однажды, что дверь врача не должна запираться. А дверь священника должна быть всегда открыта. Это Виктор Юго говорил. В буквальном смысле. Мы не можем исполнить, потому что разные люди. Но готовность прийти на помощь должна быть. Мы в мире странники и пришельцы. Не надо удивлять все, что мы бедные. Но это наша бедность, Павел говорит, богатство. Мы обогащаем весь мир. Ибо мы услышали слово приди. Ему сказавшему это. Помолимся, чтобы дважды сказанное слово отойдите, не было сказано. Отойдите, проклятые, не знаю вас. Чтобы он увидел нас и сказал, вот, Отец, это дети мои, которые через жертву пришли ко мне. Ему слава вовеки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь. Будете регулярно получать с нашего канала. О свете Библии Поем об истине Ведем мы православный бой Ведем мы православный бой Оооооооооооооеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеооеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеоеое Продолжение следует...